Всем привет! Ну вот, я уже отработала, один урок провела, и вот что у нас. Я в своей студии. Будем сейчас писать Чакону. Вот видите, какая она вся сложная. Да, это вам не отширана играть. Вот такие вот дела. Ладно, вот видите, какой тут зонтик, всё. Камерамен настраивает камеру. Ха-ха-ха. Я сказала, чтоб строго не снимал моё лицо, потому что я страшная, когда играю Чакону. Я очень серьёзная. Ой, небольшой перерыв. У меня брали интервью. Это же всё надо было на английском рассказывать, почему, как, что, как я занимаюсь, что я делаю. Я рассказывала про струны, я рассказывала про то, что хочу новый смячок. В общем, целая эпопея. Мы продолжаем съёмки в Йорке на футбольном поле, так как фильм Beautiful Leads заключает не только культуру, но и спорт в себя, все достижения лица. И продюсер хочет объединить культуру со спортом. Попробуем чуть-чуть снять на стадионе, что у нас получится. Настоящий футбольный стадион. У-ху! Ну что, я продолжаю вышивать. У меня сегодня вечер более такой свободный, потому что вчера я закончила рабочий день в 11 часов вечера. И уроки были, и съёмки. И сегодня вот у меня чуть-чуть посвободнее я решила повышивать. Такие новости, разговоры уже по всей Англии идут, что вроде бы Бориска намекнул, что локдаун продлится до барабанного ядра до сентября. Ну, короче, год. Так, если что. Ну, типа, школы хотят закрыть. Ну, то есть они сейчас закрыты, хотят продлить закрытие школ до сентября, а со школами всё остальное, естественно. Так что после таких новостей, конечно, я приехала домой вообще непонятно, что происходит. Какой-то тут уже... Ладно, не буду разглагорствовать. Ну, в общем, я не очень happy, если честно. Ну, с одной стороны, мне с эгоистичной стороны очень удобно. Я могу раскидать всех учеников, могу больше учеников даже взять. Но с другой стороны, я ещё и выступать хочу. А если такие локдауны, то о выступлениях вообще не может идти речи. Ну, вот как-то так. Ладно, повышиваем чуть-чуть. Ну, вот, я навышивалась. Хотелось мне ещё вот этот кусочек закончить, но уже очень поздно. Десять минут первого надо идти отдыхать, потому что завтра надо вставать рано, заниматься, потом уроки. Ну, всё как всегда. Так, вот, а во что здесь такое? Не могу понять вот это вот. Что тут такое? Какая-то как ниточка торчит, то ли что тут как-то мне не нравится. Надо быть потом её может как-то засыпить. Всё, до следующего включения. Мне очень нравится, как выглядит вот это, да, вот это сосульки, снег. Вот здесь даже на подоконнике снег вот так вот лежит. Мне очень нравится. И вообще вышивать, конечно, наборы золотого руно просто очень-очень легко. И так как-то прям так вот вышивка вот плывёт, я бы сказала. Всё, пока. Всем привет! Понедельник, прекрасное настроение. Первый день февраля, у меня вообще куча планов, куча идей. Да, да, знаю, я не выложила видео, но всё лишь потому, что вообще нет времени. Я вообще не вышиваю сейчас. Я очень серьёзно готовлюсь к одному очень серьёзному мероприятию. Моя вся голова и все мысли только там. Плюс ещё несколько у меня курсов. Курсов, да, уже образовалось несколько. Был один, в общем, не то что, ну как, не проект, онлайн обучение. А теперь их стало три. Вот и надо всё успевать делать домашнее задание. Просто какое-то колоссальное количество литературы читать. В общем, я, я, в общем, вся в искусстве, вся в кино. А чего я сейчас включилась? Сейчас 11.05, мне уже пора идти себя привести в порядок, хотя бы что-то нарисовать на лице, одеться прилично. Но я не могу оторваться от скрипки, не могу. Она так хорошо сейчас звучит. Где моя голова была раньше? Почему я не покупала эти струны? Потом, после этих, я ещё другие буду экспериментировать. В общем, скрипка так красиво звучит, так чисто, без всяких лишних звуков. Она так звонко, так великолепно. Просто такое чувство, что вот бриллианты рассыпаются под ногами. Я вам не могу описать этого чувства. Я вот сейчас играю Баха. Вот этот концерт. Там-там, там-там. Ну, это для моего Secret Project нужно. Ну, это просто надо почувствовать. Вот я счастливый человек, что я могу это всё посмаковать и кайфануть. Всем привет. Сто лет не снимала видео. Очень-очень-очень-очень занято. И Саша занят. Но мы сейчас выбрались погулять. И вот... Выключен, сейчас поворачивает. Едет, выключен. И вот тут дядя такой был невозмутимый. Саня говорит, вышел такой. Закрыл машину, главное, пик-пик сделал. И такой, и Саня говорит, да, у меня хорошая машина. Техосмотр прохожу на раз. Техосмотр прохожу на раз. Это конкретно, типа, такая рабочая лошадка. Рабочая лошадка, но техосмотр на раз. Не знаю, как его вообще с дороги не снимают. Как с дороги не снимают. Вот, смотри, видишь, только, видно, люди только въехали, ремонт делают. Вот, ремонт делают, видите, вот домик такой, все. Ну, ремонт, как-то, стандартный. Стандартные двери с одного магазина все покупают. Ну, это как это? По разных цветов. Ну, как это в этом фильме? Даже, видишь, где письма вкладывают, надо туда нагнуться, чтобы положить письмо. У них здесь все с приколами. Ну, точно, а вот почему там, Саша, это что такое? Вот как бедный почтальон должен вот так? Ну, это вот так вот. А там еще собаки будут рвать их там. А, не могу. Не, Англия только строится. Одноэтажная Англия. Как это, Саня, в этом фильме? Видите, вот такая машинка. Вот ему только такая и подходит, потому что, ну, вот тут заборчик и тут заехать сюда. Ну, все хорошо, людям такая машинка. Самый раз. Не, мне нужно заехать. Смотри, какие ворота. А, а где вообще ворота? Ай, ворота? Не, вот Саня говорит, что это ворота. Ну, нифига, Саня. Я серьезно живем, в эти ворота заезжаю. Иди ты, как он заедет в такие вот ворота? Саня, стань, чтобы мы компер сделали. Ему чуть-чуть пошире ворота уже не катят. Саня, главное, ты даже можешь в эти ворота не пролезть. Ай, не могу. Ну, я что хочу сказать. Ты говоришь, одинаковые двери. Это двери, как знаешь, в этом магазине, в фильме. У всех стандартные. Нет, ты не понимаешь, что я хочу сказать. Как в этом фильме было. У всех стандартные шкафы. Но в этом легкий пар. Вот, что я хотела донести до общества. Мы сегодня выбрали просто другую траекторию гулянки. Саня меня повел по этой шумной улице. Я и так целый день. Скрипка, фортепьяно, фортепьяно, скрипка, музыкальная теория. Я уже просто так и ру, потому что я уже себя не слышу. А он меня еще повел вот по этому гулять. Ночью барабан. Саня, что ты за вредный человек. Ой, боже, хоть выговорилась. Ладно, идем гулять. Если еще что покажем, найдем, то покажем, да, Саша? Да, это всегда можно что-то пролезать. Техосмотр говорит, на раз прохожу. Я не могу, я уписалась. Не могу, не могу. Вон там тоже почта. Вон там, видишь? Слушай, это может... Не, ну для котов другой вход. Нет, так это почтовое, потому что кот не пролезет. Кот не пролезет. Ну такой, как батон, да. Это все коты такие. Слушайте, сегодня потратила 100 фунтов, заказала котам покушать, потому что я их наконец-таки приучила к хорошей еде. Я очень переживала, потому что... Кошатные суши. Саша, дай я для кошатников расскажу. Просто я раньше их кормила этим вискосом лишь потому, что они хорошо, красиво. Котами. 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 И я пыталась, как-то покупала... Ну сколько тут, 150 метров, опять ремонт. Опять ремонт, тоже все стандартные двери. Вон там же... Это этот самый, вот эта вот пандемия, она... Нет, а мне такое чувство, что вот как-то в Гургаде тоже, вся Гургада строится. Мы такое чувство, что сейчас по Гургаде гуляем. Получили люди деньги, хоть помощь, но мы все начинают шевелиться срочно. Ну это хорошо, раз люди шевелятся, хоть не это деньги. Нет, ну да, так они сидели, все было заросшим хом и все как, ну нормально, вот как эта машина. Но я еще, подожди, Саша, подожди, я еще могу заметить, знаешь что? Что не обязательно, что люди денег тратят, у людей времени не было. А вот, как красиво, все в цветах, все в цветах, вот тут как-то чистенько, красивенько. Ну тут уже все конкретно, тут уже местные. Мерри Поппинс, да, тоже зелененькие двери. Да, такая, одуванчик. Серебряной головкой. Смотрите, не мальчик, в очкочках. У нее там актера Мария висит, все стены над камином. Ой, Саня, не могу. Лампа эта старая с бахромой. Так вот, я что хочу сказать, Саша, что людей просто времени не было. Я же тоже, когда порядок сделала в доме, когда на карантин попала, до этого был просто пипец. И о чем я еще говорю? А, про котов. Саша, не перебивай, да, расскажу про котов. Так вот, я кормила раньше вискосом, они очень, так, кто-то, Луиза, Никол Мадер, Луиза, нет. Ну так, Луиза, иди ты, это самое, я сейчас не могу. Сейчас, подождите, друзья. Сейчас, одну секундочку. Тут мне звонит эта Луиза, но я потом ей отвечу. Я, она мне не договорилась. Так, по поводу, так вот, они хорошо какали и были все окей. Но я понимала же, что вискос, ну это не самый лучший корм для котов, да, он малопитательный. Вроде он дешевый, но на него денег уходило реально очень много, потому что они его кушали без остановки, они им не напитывались. И я искала, честно вам скажу, я пыталась найти какие-то хорошие корма, но от любого другого корма, кроме вискоса, они у меня дристали просто на весь дом. А тут я попробовала этот Royal Canin Indoor Cat. Ну думаю, ладно, ну еще одну попытку, думаю, ну раз уж все, так все. Сейчас. Решетка такая такая, не зайдешь. Не зайдешь. А что это дверь ногой можно открыть? Ногой, да. Ну, так смешно, так выглядит, да. Так вот, и я что хочу сказать. И этот Indoor, вот этот Royal Canin Indoor, все, они и хорошо какают, и не воняет, и они такие, и главное, они покушали и отошли от тарелки. Он питательный. Отошли молчат. Поэтому я очень счастлива, что я нашла этот, этот, боже ж, как этот, корм хорошего качества, что у них хорошо желудок воспринимает. Но это, да, конечно, дорого. Но если это смотреть, что они так не будут его кушать, как этот долбанный вискос, да, там глотали просто, то то на то будет получаться. Ну, вообще, честно, можно попробовать корм для рыб. Или рыбами этими, да, кормить нашими. Кормить домиторы. Лучше кормить. Не, нашими рыбами, которых выращиваем. Они что, плодятся, как сумасшедшие? Надо аквариум довезти дома. Так, я сейчас отключаюсь, потому что мне надо перезвонить этой Луизе. Я такая, говорю, хочу снять весь Лиц как на ладони, Саня. О, боже, что тут снимать? Во-первых, весь Лиц на другой стороне, если что. Нет, он по кругу идёт, что значит? Нет, ну он идёт, как бы, они все идут по кругу. Он идёт по кругу. Они не идут буквой П, или буквой Ж. Не, ну так вон там Лиц же, ну там можешь Лиц ещё тоже. Ну, покажи. Раньше, помню, мне Багер говорит, я говорю, как на эти машины искать там, типа там, ну там для деталей. Надо посткод, я раньше не понимал. Видишь, что это написано? ЛС-8. Да, ЛС-8. И у них есть эти вот посткоды. И в Америке, и в Канаде та же самая система. North Farm Road. А потом будет North Farm Crescent. А потом North Farm Street. И вот это вот запутаться можно просто. Ну куда сейчас идём? Просто смотри, какой дом красивый, видишь? Ни забора вообще ничего. О, просто по траве, да, зашёл. Так вот, прям наискосок. Там поближе посмотрим. Не надо, там даже кто-то живёт. Там даже живёт. Эти, которые ждут. Короче, идём такие и смотрим. Открытое... Ну, они, кстати, здесь в Англии очень непопулярно зашторивать шторы, вот ночные, да? То есть они сидят вечером, свет светится, и всё видно, чем люди занимаются. Поэтому в Турции стал бизнес, ночных штор не идут. Не идут. И, короче, мы тут прошли тут один такой домик, и там сидят два таких с серебряными головками. И один сидит в кресле, а другой там чувствует, по-моему, что-то наливал он там. Чай, да. Чай, да. А, и чай. Ну, они хотя могут, они так называют чай, уже, ну, вот эти вот возрасти люди, а на самом деле там какой-нибудь джин там... Не, ну так, а что, в пятничный вечер сидят? Так, слушайте, дальше Саня говорит, это, говорит, они обсуждают про Черчилля. И вот я посмотрела на эту картину, ну, точно про Черчилля. Прошли чуть-чуть дальше, в другом доме тоже свет включен, и тоже такая с серебряной головкой собирается куда-то. Саня говорит, это она к ним собирается, сейчас пойдет, с двух часов дня, говорит, собирается. Пускай еще чуть-чуть поволнуются. Ай, не могу, истерика, Саня, я тебя перебью. Ну, это так смешно вообще. Ну, а через двери они живут? Да, ну, нет, не через одни, там через три. Ну, через три. Ну, это больше разница, три двери надо пройти еще. Можно было раз и купить и по разу перебиваться. Ой, не могу, истерика, мы тут так... Вот мы любим вот так вот ходить, наблюдать, кто как живет и придумывать разные истории. У нас уже пошло это в моду. Новый банк, прикинь, какой. Там есть, где живут, всегда снимают. Ай, да, да, мукбанк, да, мукбанк. Ну, а тут типа стритбанк. Стритбанк, ааа, наша новая книжка. Саня, запатентируем, а че? Все, все, сейчас будем залазить ко всем об окна и придумывать истории, то, что делает. Дождь, иначе ночью. И вот мы в Лондоне, друзья, кто не спит, привет. Привет. Ай, не могу. Под носом такой стоишь. Ну, интересно, да, как истории придумывать? Потому что они точно про Черчилля говорили. А говорят, а что Маргарет? Так Маргаретша умерла. Ааа, я забыл. И такая пляс, пляс, плюс, наличая с Джином. И дождались свою ту, другую, которая... Не, они ждут, сейчас 8 часов будет этот самый. Борис говорит? Би-би-си. Би-би-си, би-би-си. Потом они сравнят с газетами, информацию, и они выведут версию. Ааа, не могу. Как их обманули. Потому что они ничему не верят, у них сама страна построена. Вот тоже машинка еле-еле заезжает, да, вот только вот миллиметр в миллиметр. Уже если машинка пошире, Мерсик, так уже все, да, типа, ну... Тогда, это же все страховка. А, ну да, да, да. Если у тебя машинка стоит на dry-уэй, то это дорого. А если она у тебя засунута вот в это вот, Ж, Ага. Вот засунута, вот тогда это дешевле, родной. Да, смотри, а здесь вот даже сосны какие-то есть. Это туи. Это разве туи, сам ты туи? Это туи, видишь, как он борется, вот сам тротуар. Просто одному человеку должен сказать. Английское реалии. Вот оно все. Да, я бы то не ездил с кубином, у меня было бы особое желание такое. Я бы тут такой бы стрит-банк бы устроил бы. Люди бы задумывались вообще ехать сюда или нет. Так никто уже не ездит вот там. А где этот Моррисон? Не, но едут люди, которые имеют профессии конкретные. Не просто, а, там, приехали все и пошли искать счастье. Ну, раньше так приезжали и люди находились, Саша. А раньше это было раньше, мир поменялся во всем мире. Ну, мир поменялся во всем мире. А тут такие маленькие, как будто белорусские домики, смотри, да? Ну, это типа да. Такой с этой стороны, может, подумаешь, что в Белоруссии приехали. Верландские бунгало. Верландские. Вот, фаундри драйв. А там был, а, нет, там был олдфарм, да. Там был олдфарм. Ну, короче, то сюда приезжает уже конкретный. Вот человек знает, сколько он уже будет зарабатывать. Он все знает, сколько аренды, сколько то это, кто-то. Все посчитал, откинул половину нахрен на затраты. Потом приуныл. Но все равно это лучше там, где он находится в данный момент. И тогда человек спокойно едет. Вот так вот этот бурт. Так тут 20 зон, кстати. Тут зона 20. А во, как я статуи, смотрите. Это торгует. Вот там и в рознице. Это как... Не, знаешь, вот в Польше, когда ездишь, там бывали такие, знаешь, на трассах торговали. Да, но там большая территория, там что-то... Ну, кстати, тоже есть, но очень-очень мало. Я где-то смотрел, ну, вот эти вот всякие, типа там их не... Интернет эти сайты, там, где, ну, люди все-таки продают свое. Не знаю, какие там в России есть, там какие-то... Авито, авито, авито. Авито, ну, вот да, вот там все там продают. Руссы, носки, коляски. И вот такие попадаются штуки, реально, где сделаны, наверное, здесь. Аккуратно, вот, стекла, можно ногу порезать. Ну, понимаю. С моими бумажными сапогами. Вами, кстати, есть один-единственный в мире памятник из ножей. Там тысячи и тысячи ножей, типа ангел или кто там сделан. Уже здесь же... А он не в Шотландии этот памятник? Нет, в Англии. А где в Англии именно? Можно зайти, типа памятник из ножей, типа в UK или Великобритании. И там будет написано, почему он сделан. Потому что в Англии же очень много есть криминалов именно вот по ножовщину, что убивают людей ножами. Очень много. Ну, не рассказывай больше таких... А вот какая лужайка, зато у меня все красиво. Вот уже можно было бы там, видите, вот, ни у кого не за штори, не шторки. Можно вот смотреть и стритбанк устраивать. У них побор. Написано же Ноттингем. Это этот чувак, который ехал медленно на бусы. Вот почему он так медленно ехал, да, потому что тут ничего не найдешь. Он приехал. Сейчас я чувствую, мне ведь не будет не видно ни цифр, ни букв, ничего. Тогда он приехал, поэтому так медленно вышел. Он сначала к одному дому пошел, потом к другому. И потом что? И потом он решил, что там город приехал. Не, ну сами, я не могу. А это ходит, типа, ну, осматривает улицу, типа, ну, да, да, все хорошо. Ну, чуть-чуть мусор подумает. Да, ну, чуть-чуть мусор. Вот тоже машинка, уже у нее страховка дешевле, потому что практически в доме ночует машинка. Да, по страховкам здесь очень важно. Можно машину поставить вот здесь на дороге? Про страховку можно сделать передачу, не один час объяснять, как это все делается. О, да. Если бы я рассказал полностью и подметил бы все нюансы, просто у людей бы встали бы волосы ды-бом. Так можно как-нибудь рассказать. Если пишите, если вам интересно, Саня вам такую правду откроет. Ну, реально, тут как бы, да, есть один такой момент. Саня любит иногда чуть-чуть, не то, чтобы преувеличить, а как сказать, ну, я даже не знаю, как правильно слово подобрать. Понагнетать обстановочку. Там что-то приукрасить где-то, что-то. Ну, не понагнетать. Я могу привести два примера. Человек купил машину, хочет затонировать задние окна. Надо позвонить страховку и спросить, что я хочу затонировать окна. А они говорят, ага, какой ты плохой человек, ты хочешь затонировать окна. А мы считаем, что если ты их затонируешь, у тебя уже обзорность упадет, и ты, типа, в зону риска вступаешь. Это, нет, подожди, по поводу, нет, Саня, подожди. И она у тебя дорожает. А сейчас еще один придумал, маленький такой, один из миллиардов. Ну, говори. У человека машина была, и у него просто были суппорта тормозные, покрашены с баллончиком в красный цвет. И приехал к нему страховой агент, и он говорит, о, у тебя красные суппорта, они спортивные, а это уже не по закону. Это значит, машина перемодернизирована, это уже не factory made. Охренеть. И все, твоя страховка дорожает, парнишка. Тут любая сопля на вашей машине, все сразу же дорожает. Ну, это да. Лучше мне звонить и ничего не говорить. Не, ну, это да. Ну, видишь, по поводу этих стеклов сейчас во многих странах такая фигня. Но тут есть, подожди, не перебивай, Саня, тут не только по стеклам, ладно, стекла еще ладно. Типа, вроде как, да, падает, ну, не зрение, боже, как это, короче, не видно, да. Но тут есть такие нюансы, с которыми мы лично столкнулись вообще просто не за хрен, прошу прощения. Вытрепали все нервы. Не то, что вытрепали все нервы. Столько бабок высосали. Столько бабок высосали, да ну их нахер. Короче, пишите, интересно вам про страховку, я посажу Саню, он вам сам снимет влог, без меня я не буду ни перебивать его, ни, он просто бедный, бедный ребенок мой выскажет, душу хоть выльет, это просто больная тема у нас, эти проклятые страховки. Так, ну, мы сейчас уже тут куда-то, я не знаю, вот я как гуляю по вот этим домикам полуразрушенным, я себя всегда чувствую как в Гургаде, мне прям на душе хорошо. Вот хочу в Гургаду, так хочу в Египет, так хочу в Египет, не могу. Египет сейчас пустой. У меня сердце обливается кровью, мне ничего там не надо, никакие лакшери гостиницы, дайте мне просто в Египет, просто хоть погулять по этой Гургаде, мои любимые. По этой пыльной. По этой пыльной Гургаде. Не пойти через дорогу, пей бип, шмей бип. Ах, как я хочу, на это море, я хочу, да, пить это пиво с этих стаканчиков, мне ничего не надо, дайте мне в Гургаду слетать. Единственное, да, вот из-за этого долбанного вируса. Единственное, да, заходишь, люди все идут с тарелками, все набирают, и ночь жрать нечего. О, да. Это кошмар. Так что, слава богу, что вы закрыли. Теперь вы вспомните Египет хорошими словами. А я всегда про Египет говорила, только хорошее, только хорошее. Я Египет, свою Гургаду. Египетское гражданство. Да, вот я реально хочу, если у меня были бы деньги на хату, я бы покупала квартиру в Египте. У меня есть деньги на хату. Я уже преподаю онлайн, я могу работать с любой точки мира. У меня есть деньги на хату. Покупаем? Ну так, давай покупаем, никто от тебя. Я буду онлайн преподавать, а ты будешь со мной просто жить в Гургаде. Поэтому я не покупаю, чтобы ты преподавала онлайн, все, тут, а не в Гургаде. Вот честно, мне так не хватает. А вон кот идет, куда ты пошел? Бориска наоборот, видишь, Бориска наоборот. Вот таких котов называем Бориски наоборот. Ай, ну что, тормозить не будешь? Ай, ну не говори. Сейчас быть мы с вами ничего расскажем. А, смотри, я поняла, где мы. Морисонс вот там, нам надо в Морисонс идти. Так что вот, друзья, мне очень не хватает. У меня единственное по... Я уже даже привыкла без концертов жить, конечно, мне не хватает. Но если сравнить, чего больше не хватает концертов или Египта, я скажу честно, Египта. Я так хочу Египет, я не могу просто как хочу Египет. Все, ладно. Так, все, пошли мы. 42-й автобус поехал. Я на нем раньше каталась. Ой, как вспомню эту работу в Медвезменнике. Боже, как вспомню. Боже, боже, боже. Это польская машинка, видишь? Ага, Польша. ПЗ. ПЗ. А где? Нет, это не ПЗ. А, вон там Ауди. Ауди, аккуратненькая. Ауди. Ну ладно. А, ну, блядь, Саня. Только ты так, боже, говорит, в сервис приехал. Типа, из Польши. Таня, я тебя убью. Так, все, мы пошли. Тут, говорит, В Британии Таней, Таней. Британии? В Британии Таней, Таней. Таня, это дешево. А, на польском Таня, это дешево? Да, да. О, ты видишь, что я не вем? Ну, это я вем. То, это я вем. Ой, как хорошо выговорилась. Так, вот мне. Слушайте, я так устаю говорить на уроках. И видно, все равно еще почему-то не устаю. Не заткнусь в меня, не заткнусь. Хочу кургаду. Первым делом, что я сделаю, когда можно будет лететь, я просто все нафиг брошу, полечу в кургаду. Хоть просто, даже без гостиницы. Там вот посижу. Ну, это не знаю, если маленький мальчик Билли тебе разрешит. Билли? А кто такой Билли? Билл Гейтс. А, Билл Гейтс. Ладно, все, отключаемся. Идем, идем что-нибудь, надо еще посмотреть. Сколько мы прогуляли? Давай я посмотрю. Так. О, три километра. И еще идем. Вот, Витя. 6300 километров. До кургады дошли. Нет, такой банк этот. Ну, стрит-банк. Вот, видите, тоже люди. Но уже тут ничего не видно. Курточка. Курточка, да, кто-то постирал. О, какой, типа, эксперт, типа, тюнинговый. Этот мат. Ну, типа, называется Frozen. Frozen Gray. Frozen Gray Mat. Frozen Gray Mat. Ой, Саня, ой, не могу, ржака какая с тобой. Быстроился Коман. Так, все, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok